Ну как обычно я забыл про анимации, ладно. Всем привет дорогие друзья, на связи Декоратор, и сегодня мы продолжаем данную рубрику. Поехали! Итак, что ж, для самой первой и про самой простейшей, так скажем, декорации, нам понадобится любое ваше окно, и далее немножечко белого знамя и красителя. А вообще, в данной декорации вы можете сами экспериментировать. Итак, что ж, делаем красные зубцы сверху. Ну, вы можете, опять же, цвета поставлять по своему желанию. Я делаю именно такие. Так, наверное, нужно было бы ездить в другом порядке. Ну ладно. Так. Теперь снова эти же зубцы. И мы получаем вот такую вот декорацию в виде шторок. Можете также их, если у вас какая-нибудь огроменная панорама, то можете их сделать чуть-чуть побольше. Самая простая, самая такая прикольная декорация. Ну, а мы идем далее. Следующая, наверное, всем заезженная декорация. Ну, ребят, я просто не могу ее не показать. Это вот такой вот диван с подушками. Выстраиваем самобычный диван и ступенек. Далее, куда вам угодно. Ложим любые подушки в виде знамен. Кхм-кхм-кхм. Все, у вас готов диван. А только примечание. Еще вот здесь вот рекомендую вам углы завернуть, чтобы я смотрел все покрасивее дело. Все, у вас готов вот такой вот диван. Идем далее. Следующая, наверное, тоже уже всеми заезженная декорация. Но, ребят, я просто не могу ее не показать. А это у нас вот такой вот телек. Также вы можете использовать тот самый прием с ткацкими станками. То есть, у вас там полочки пустые. Ладно, я все-таки поставлю сюда одну конечную полку. Итак, что ж. Ставим куда нам нужно черный бетон. Вот таким вот образом. Делает телек. Вообще, да, конечно, декорация, в принципе, уже готова. Но если она у вас стоит как-то далеко, то вы можете ее немного доработать. А именно, поставив сюда музыкальные блоки. И также все это дело вы должны закрыть с помощью люков, чтобы это... Ну, просто мне кажется, что с люками это все дело смотрится чуть-чуть покрасивее. Так. В общем, вот таким образом. Или же, если вам не нравится этот вариант, то вы можете заменить его на магнитет. Или же можете сделать с помощью этих... Как они называются? Знамена из предыдущих. Ну, а также еще... Ну, это уже, конечно, по желанию. Но данный телевизор вы можете также огородить с помощью вот этих вот люков. Ну, хотите, можете сделать, а хотите, нет. Ладно, что ж. Переходим к следующей декорации. Ну, а для следующей декорации вот что нам понадобится. Ломаем блок в желаемом месте. Далее ставим сюда стойку для доспехов. И также нам понадобится бирка, переименовая в грум. Называем ею стойку для брони. Так. Далее. Все это дело мы должны подвинуть с помощью поршня. Вот так. Ставим вспомогательный блок, абсолютно любой. Снова двигаем. Так, это можно сломать. Это тоже сломаем. И фактически мы уже получаем декорацию в виде кофейного столика. Но я ее рекомендую вам доработать с помощью... Во-первых, нам понадобится барьер. Команда. Жги в кёс. Барьер. Так, мы получаем барьер. Теперь снова выстраиваем эту же самую конструкцию. Так. Далее ставим сюда поршень. И сюда ставим барьер. Подвигаем. Я... Подвиг... Подвиг... Подвигая... Подвигая... В общем... Ломаем всю эту конструкцию. Далее. Заходим сюда. И прописываем такую команду. Слэш. Сайт-блок. Так. Сайт-блок. Далее. Тильда-тильда-тильда. И вставляем сюда барьер. Вот так. Все. Все готово. И теперь, например, если мы захотим поставить сюда какой-нибудь морской огурец. Ну, или, например, какой-нибудь, не знаю, тортик. Поднимем торт. То это получается у нас действительно уже рабочий кофейный столик. То есть вы на него действительно сможете что-то разместить и даже на него запрыгнуть. Ну, и так, что ж. Ну, а мы идем далее. Вот, что нам понадобится следующая декорация. Она очень простая. Так что ж. Выставляем книжные полки, как показано на видео. Ну, у вас должно получиться как-то примерно вот так. И далее делаем вот такие вот два круга из кварцевых ступенек. Вообще, можете сюда поставить абсолютно любые ступеньки, но моя вам рекомендация поставьте кварцевые. Главное вот здесь вот аккуратно это все делать. Так. И вот здесь все то же самое. Так, блин, плохой пример. Вот как-то вот так примерно, да. Так. И вот теперь очень аккуратно. Так, не так. Я сказала очень аккуратно. Во! Готово. И вы получаете вот такие вот современные книжные полки. Да, я знаю, что это скорее декорация для какого-нибудь современного дома, но тем не менее. Для гостиницы, наверное, сойдет скорее всего. Вот какие приметы нам понадобятся для следующей декорации. Берем один стержень края. Далее. Вот таким вот образом мы его выставляем в второй стержень. И ставим сюда пурпурную колонну. И, конечно, да, мы уже получаем декорацию в виде торшера, но вы можете также подставить кварцевую колонну. По желанию даже можете сделать что-то подобное с грибосветом. Можете поэкспериментировать. А можете даже вставить вот такой вот улей. Вот таким вот образом. А также еще можете сделать небольшой светильник. Все то же самое. А также можете сделать то же самое, но только с извилистыми лозами. Лозами. Не знаю, как правильно. Вот таким вот образом. Не знаю, что тоже смотрится прикольно. Идем далее. Вот что нам понадобится для следующей декорации. Итак, ломаем здесь один блок. Далее здесь вы можете сломать два блока. Или даже три. Я вам что рекомендую. Затем застраиваете тут все люками из темного дуба. Теперь их закрываете. Сюда тоже люк. И с этой стороны проделается все то же самое. Закрываете. Сюда ставите абсолютно любой блок. Далее я забыла взять рамку. Берете рамку. Потом часы. Сюда рамку с часами ставите. Теперь сюда забор из темного дуба. И под низ колокол. Ну, плохой пример. Я сказал под низ колокол. Вот, 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 вот. Вот таким вот образом. И мы получаем вот такие вот старинные часы. Ну, я имею ввиду, в смысле напольные. Скорее всего там. Ну, у кого-то есть такие. Ну что ж, идем далее. Вот, что нам понадобится для следующей декорации. Значит, ставим вот так вот два кирпича. Потом на них кирпичные ступеньки. Сюда и далее блок кирпича. Потом здесь вы можете также закрыть все кирпичом, что я вам рекомендую. И далее здесь тоже все закрывайте кирпичом. И вот сюда далее ставите по желанию решетку, но это не обязательно. Итак, что ж. Ну, да, скорее это, наверное, просто постройка, не декорация. Ну, ладно. Идем далее. Для следующей декорации нам понадобится импровизированный потолок. Итак, ставим сюда любую стену. Я рекомендую вам поставить именно стену с диоритом. Можете даже из полированного диорита. Так, далее выстраиваем всю отсюда. Так. То есть, с зажатым шестом выстраиваем отсюда. Ну, примерно два блока. И так проделываем со всех сторон. Вы, наверное, уже догадались, что это за декорация. Да, ребят, это потолочный вентилятор. Да, я знаю, что, конечно, ну, достаточно дорогая декорация, если ее строить на выживании. Так как нам понадобится, мне кажется, достаточно много железа. Ну, оно того, мне кажется, стоит. Так. Вот. И так же сюда я вам рекомендую застелить ковер. Шифтом застелить ковер. Так, вот с этой стороны. Вот с этой. И, ну, это просто у меня импровизация потолка. И вот с этой стороны. Вот как-то вот таким вот образом. И так же еще. Вы с этой декорацией так же можете немного поэкспериментировать. А именно сделать ее немного вот так вот повернутой. Типа у вас он вращается. Или там, не знаю, у вас там в какое-нибудь положение. Вот таким вот образом. Так, вот это, конечно же, ломаете. Для красоты картины. Так. И вот так. И знаете, мне вот кажется, что так смотрится даже более красиво. Ну, ладно. Идем дальше. Итак, для следующей декорации нам понадобятся любые мертвые кораллы. Например, точнее, вееры из мертвых кораллов. Например, из огненных кораллов. Мозговиков кораллов, пузырчатых, трубчатых или же роговых. Трубчатые тут скорее смотрится не очень хорошо, но да ладно. В общем, берем. Далее вот так вот застилаем. Вот это все дело. Так. И уже получаем достаточно крутую декорацию в виде вот такого вот объемного ковра. Да, конечно, если вы находитесь на Джаве, то... Так, стоп. Мне кажется, или... Мне кажется, или эти кораллы двигаются. Так. Они двигаются. Я не знаю, баг это или нет. Ну, короче, ладно, сделаем вещь, что мы ничего не видим. Итак, что ж. Ладно, идем далее. Итак, вот что нам понадобится для следующей простейшей декорации. Поставив вот так вот эти люки, мы уже получаем декорацию в виде полок. Также это можно проведать с коврами. Но можно же включить соображалку. И свою креативность, так скажем, которой у нас нету. И придумать что-нибудь более интересное. Например, что-то подобное. Например, вот подобный мини-шкаф. Конечно, ну, эту декорацию я скорее бы поместил в какую-нибудь эту... Например, куда-нибудь... Ну, в общем, в какую-нибудь спальню. Но, тем не менее, для гостиной, мне кажется, тоже прикольно смотрится. Ну, и сзади вы тоже... Точно так же можете все это дело провернуть. Можете даже вот сюда вот что-то положить. Идем далее. Вот какие принадлежности нам понадобятся для следующей декорации. Берем. Ставим сюда ковер. Далее. Сюда ставим зн... Понятно. Знамя, значит, не ставим. Далее. Ставим сюда белый бетон. Так. На этот раз... Все. Смена погоды на ясную. Так. Теперь поверхность ставим еще один белый ковер по желанию. Так. Где-то так же накрываем белым ковром. Далее берем железные люки. Ставим это сюда. Потом это сюда. Далее берем, например, рычаг. Ну, вы можете взять, например, что-нибудь другое, что проводит редстоун. Так. И по ту сторону актив... И по ту сторону активируйте. Так. И с другой стороны все то же самое. Так. Так. Итак. И получаете вот такой вот шкаф. А, да, точно. Забыл про то, что вам также еще понадобится... Ткацкий станок. Чёрный краситель. Так. Чёрный краситель. Ставим ткацкий станок. Далее сюда белое знамя. Чёрный крест. А далее нам также понадобится белый краситель. Так. Белый краситель. Это сюда снова. Белая кайма. Белое нижнее пересечение. Потом. Белый правый край. Потом. Белый столб. И получаем вот так. В общем, да. Получаем вот такое вот знамя, которое у нас будет выполнять роль, так скажем, ну, импровизированной двери. Что ж. Ну, а на этом я, наверное, уже буду заканчивать. Долго грузить. Слишком Майнкрафт. Да, ребят, я знаю, что видео получается, наверное, очень коротким. Даже я бы сказал, слишком коротким. Ну, ладно. Что ж. Пишите свои комментарии насчёт второй части. Хотите ли вы её или нет. Ну, а теперь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте мои... Блин. В общем. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте комментарии. С вами был Снежар. И до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok